Learn and play! Алла Абу Атаалам! Хайя бина! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва барекатуху, мои дорогие друзья! Сегодня я бы хотела поговорить о сиротах нашей умы. Мы следуем религии пророка Мухаммада, саляллаху алейкум ва салям, который был сиротой. Мы рабы Господа, обратившегося к своему пророку, Разве он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? 93 суры, 6 аят Мы рабы Господа, который 20 раз непосредственно говорит о сиротах в Коране, в своем извечном слове. Хотя для приказа или запрета чего-либо достаточно одного упоминания в Коране. Властитель миров целых 20 раз прямо сообщает о правах и защите сирот. Ау-зубилляхи мина шейтану раджим. Тааммал ятима фаля тякул хорб. Почему не притесняй сироту? 93 сура, 9 аят. Говорится дальше в той же суре. Также в двух сурах, в двух разных аятах повторяется один и тот же приказ. Ау-зубилляхи мина шейтану раджим. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Шестая сура, 152 аят. И семнадцатая сура, 34 аят. В суре Аль-Балят даются указания о том, как в судный день преодолеть сират, мост над адом. И одним из путей упоминается Ау-зубилляхи мина шейтану раджим. Кормление в голодный день сироты из числа родственников. 90 сура, 14 и 15 аят. А тех, кто пренебрегает правами сирот, презирает их и отталкивает, сказано в суре Аль-Ма'ру. Как об отрицающих день расчета. Ау-зубилляхи мина шейтану раджим. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это тот, кто гонит сироту. В свою очередь, в суре Аль-Инсан Всевышний Аллах так описывает благочестивых людей. Ау-зубилляхи мина шейтану раджим. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. 76 сура, 8 аят. В этих аятах в прямом значении слова упоминаются сироты, лишенные матери или отца. Если ты желаешь смягчения своего сердца, накорми бедняка и погладь по голове сироту. Наряду с высказываниями и советами пророка, саллиллаху алейхи вассалям, примером для нас стали его собственные поступки и деяния. Он всегда, как на глазах общественности, так и в кругу близких, стремился обеспечить безбедную жизнь сиротам. Давайте же и мы, друзья, последуем примеру нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям.